Девушки отдыхают Они знают любовь? Шлюхи на Чпок-стрит Обколовшиеся корпораты в офисах Бандиты на улицах Они знают любовь? Я хочу достучаться до всех и каждого И даже до наемных убийц Таких, как ты, Ви Знаешь ли ты, что такое любовь? Ответь Мама вернулась Джошуа Стивенсон Снова ты А это кто? Меня зовут Ви Уходите Вас сюда не звали Миссис Эляхмар Я приехал просить у вас прощения Ты Ты убил Моего сына Я никогда тебе Этого не прощу Я искренне жалею, что причинил вам боль Вон из моего дома Быстро Да уйди же ты Убирайтесь сейчас же Нам лучше уйти, серьезно Миссис Эляхмар, пожалуйста Убийца Ничего, просто уходите Ты забрал у меня Рубена Моё дитя Моего сына Давай вернемся в машину Моего сына Я просто... Просто хотел поговорить с Глорией Объяснить ей все Мне казалось, она... Она найдет в себе силы меня простить Надо где-нибудь перекусить Ее можно понять Я бы тоже не простил убийцу своего сына Стивенсон, мы все знали, чем это кончится Кому простите грехи, тому простятся На ком оставите, на том останутся Ты что, на самом деле этого хочешь? Чтобы тебя прибили к кресту? Хочу Я должен Это сделать Если это не потрясет мир До самых основ То он уже никогда не проснется От кошмара Возьми Стивенсона и найдите нам столик Хочу поболтать с нашим попутчиком Погоди секунду Нам надо поговорить Ну, что думаешь про нашу восходящую звезду брейнданса? Мне кажется, он истинно верующий человек Истинно ебанутый ты хотел сказать Но я не об этом Если он псих Зачем ты тогда с ним носишься? Есть в Стивенса не то, что в наше время редко встречается А потому высоко ценится Штука такая есть Искренность Он настоящий, понимаешь? У него вместо мозга уже собачье дерьмо Зато он искренне верит в то, что говорит Мне почему-то кажется Он не такой безумный, как ты говоришь Ну, слушай Ты же не психиатр И я не психиатр Нам за другое платят Для моей студии Джошуа Стивенсон Это настоящая золотая жила А как, прости, это касается меня? Ты пудришь ему мозги Задаешь неудобные вопросы, понимаешь? Из-за тебя он начинает сомневаться А я рискую потерять инвестиции Поэтому я заплачу тебе вдвое больше, чем он обещал А ты просто уйдешь Не соглашайся, Ви Думаю, что нет Мне кажется, ты просто не понял, что я тебе предлагаю Все, я уже прекрасно понял Давай, пошли Неплохо для средненького наемника Интересно, как все это кончится Болью и большими деньгами Как еще? Пойди угадай, кто святое, кто сумасшедший Может, и разницы-то никакой нет Но мне тоже интересно Один раз он уже удивил Я навидался таких, как ты Про Иисуса мне можешь не рассказывать Если вдруг захочешь свалить Я тебя просто пристрелю, как собаку Тебе платят не за то, чтобы ты болтал, Васкес Какой Васкес упертый мужик Даже для копа Он раб привычек Как и многие другие Васкес Он же коп до мозга костей Да он родился с полицейским значком У тебя на него серьезный компромат Больше половины акций студии у корпорации В отличие от тебя, у Васкеса хватает ума Чтобы не наживать себе влиятельных врагов Расскажите мне еще про этот брейнданс В чем там задумка? Мы решили назвать его максимально просто Страсть Это будет вирт нового поколения В смысле? Стивенсона отпустили ненадолго Поэтому непосредственно с ним мы будем снимать только финал Все остальные сцены доделаем дублерами И заполним материалами из банка эмоций От Стивенсона не отличишь До чего техника дошла? А то! Мы же части Биэм Знаешь, сколько они вкладывают в технологии? Еще пара лет, и актеры будут не нужны Наконец-то А зачем вам Джош? Он как будто вообще не нужен Муки сына человеческого Пока что не получается имитировать нулями и единицами А сценаристы как-то учитывали твое мнение? Он заставил их взять за основу Евангелие от Луки Они сначала ориентировались на Евангелие от Иоанна Это, наверное, было важно для... Ну... У Иоанна все слишком грубо и преувеличено Мне больше нравится, как пишет Лука Тем более У него Иисус готов к тому, что его ждет Я хочу, чтобы мир это увидел И почувствовал И что самое главное в этом видении? Что Христос милосерден И по-прежнему умирает за грехи этого мира Все, хватит болтать Не отвлекай Стивенсона Ему надо сосредоточиться Отъебись, а? Мы с Джошем важные вещи обсуждаем Чего? Что ты несешь? Ты хоть понимаешь масштабы? Он завтра снимается в брейне своей жизни Человеку надо собраться Настроиться на работу И отыграть свою роль на отлично Как ты понимаешь, второго дубля не будет Джош Я... Я бы хотел отдохнуть Очень хорошо Твоя работа закончена, можешь идти Деньги свои ты получишь, не беспокойся Пока, Ви Класс, да ты прекрасный собеседник Что думаешь обо всем этом? Да что тут думать Парень ебнутый на всю башку А корпораты на нем паразитируют Какая разница? Зато он получил шанс исправить свои ошибки Мы, конечно, можем сейчас пофилософствовать Но что это изменит? Корпорации не перестанут наживаться на таких блаженных А люди мечтать о несбыточном Погоди-ка, а куда делся твой мятежный дух, Джонни? Да при чем тут я? Настоящий мятежный дух в этом парне Определись уже Он по-твоему псих или мессия? Он ебанутый Мир ебанутый Ты тоже ебанутый Потому что в твоей голове Сижу ебанутый я Если хочешь спасать человечество В первую очередь надо быть ебанутым Как думаешь? Бог есть? Блядь, что за вопросы? Ты серьезно? Конечно Это же важно Что именно? Я понимаю Не каждый день восстаешь из мертвых Неужели это сподвигло тебя задуматься О спасении моей души? Вообще-то это странно То есть ты не думаешь Про свою оцифрованную личность? Про последствия? Ты же мертв, да? Или жив, пока не сотрут Твою последнюю цифровую копию? Хочешь знать, попаду ли я на цифровые небеса? Скорее уж В цифровой ад Ну, в общем, да Если есть жизнь после смерти Значит, Сильверхенд уже на том свете И я разговариваю с его голографическим призраком Представь себе Я об этом не думаю Мне абсолютно насрать Я тот, кто я есть Нет ада, нет рая Есть просто цифровая копия сознания Сюрприз Но ты же признаешь, что я умер и... Воскрес И что же это было? Чудо? Кто ты у нас теперь? Мессия? Феникс? Или человекоподобный боевой робот? Я не в курсе, что это было И ты, кстати, тоже Я-то как раз в курсе Тебя воскресила крутая технология одной корпы Если среди нас и есть мессия, я тебе скажу, кто это Собуро Арасака И если бы ты его встретил, хлопнул бы на месте Видишь, насколько мы с тобой отличаемся Ты падаешь перед богами на колени А я вгоняю им пулю между глаз Странный был день, да? Даже немного жаль возвращаться к реальности Пошли, пора что-нибудь разъебать Пошли, пора что-нибудь разъебать Пошли, пора что-нибудь разъебать Пошли, пора что-нибудь разъебаться Продолжение следует... Продолжение следует... Мы старательно избегаем друг друга, и меня это полностью устраивает. С Кантао проблем нет? Сейчас все в порядке. Они отправили еще один патруль, но абсолютно уверены, что это стилеты сбили и Хави и напали на охрану Хельмана. Владелец заправки тоже так считает. Короче, пока можно выдохнуть. А если я тебе скажу, что ФРУ предложила мне выполнить заказ? ФРУ? Разведывательное управление на США? Охренеть. Ты слышала про крушение президентского шаттла в Доктауне? Только слухи, сплетни и теории заговора. А что? Один агент ФРУ попросил меня помочь. Так что ты теперь говоришь с человеком, который спас президента НСША. Хера себе! Ты превзошла саму себя, Ви. Только секретным агентом ты еще не успел побывать за свою жизнь. Просто, чтобы ты знал насчет правительств, президентов и прочей шушеры. Если тебе кажется, будто они тебе что-то должны, это значит, что ты у них на крючке. Не расслабляйся. Я побывала в Доктауне. Вроде рядом с Найт-Сити, но все равно какой-то другой мир. Доктаун для меня — это последствия ошибок и просчетов. Отгородиться от него и забыть. Дождаться, пока он умрет сам. Найт-Сити старается притворяться, что его не существует. Но я не поверю, если мне скажут, что между ними нет симбиоза. Пусть и странного. Это как полумертвый Вегас для корпоратов и банд. Что происходит в Доктауне, остается в Доктауне. Удобно. Этот заказ от ФРУ, если я справлюсь, то меня, может быть, вылечит. Чего? Ви, это же круто. Хотя, вдруг это очередной развод. Наверняка они знают, скольким ты готов рискнуть ради этого. Развод, конечно, но я все равно не собираюсь плясать под их дудку. Не беспокойся за меня, Панам. Я справлюсь. Я в другой раз об этом расскажу, ладно? Было бы очень неплохо. Иди ко мне. Ой, все. Как твои дела? Смотря какие дела и смотря, что ты хочешь услышать. Ну, как обычно. Я так по тебе скучала. А я вижу, ты уже прокрутил этот разговор у себя в голове. Привычка, наверное? По нам. Вообще, ты прав. Я скучала. Я бы с тобой так до утра просидел. Ну да, и я. Давай еще поболтаем, пока мне не нужно никуда бежать. Ты не представляешь, как мне это было нужно. Ха. О, круто! Ладно, все. Город мечты. Я бы с удовольствием оторвала яйца тому, кто это придумал. Удачи. До скорого. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...